И снова здравствуйте, дорогие дамы и господа! Дарю вам свет! Это свет знаний! Каждому, каждому, каждому! Это опять! Вот, и мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии специально, да, и сейчас будет такой небольшой ролик о разгрузке поясницы, да, что мы с этим можем делать. Ну, как правило, я вам говорил, да, что вот это сочленение L5-S1, оно делит наш организм буквально пополам, то есть это камень преткновения. Все кости, которые идут вниз, мы оттягиваем вниз. Все, что вверх, мы тянем вверх. Ну, вверх имеется в виду относительно роста человека. То есть вот, вот это сочленение, да, относительно него. Чаще всего у нас идут на поясничный отдел нагрузка компрессионная, да, поэтому нам надо декомпрессировать, то есть растянуть. Моменты скруток всяких мы уже показывали и демонстрировали в предыдущих видеороликах, да, моменты вот такие вот растяжения за счет боковых мышц, квадратных, торпецевидных, ну, и всех там, всей группы, целой группы мышц, да, тоже рассматривали в предыдущих роликах. Сейчас продольная растяжка, посмотрим, как это нам сделать. Особенно это важно, если идет, если есть грыжа у человека, да, поясничная, если есть просто сжатие мышечное, да, тут больно человеку, бывает больно даже нагнуться, там, что-то поднять, да, с пола. Ну, то есть даже вот просто для профилактики это тоже очень полезные приемы. Значит, ну, сначала мы, конечно, растерли, размассировали, согрели это место, да, дальше вот, смотрите, берем ремень, продеваем его под подвздошные косточки, то есть нам надо так, чтобы он лег вот за вот эти кости, да, зацепился. Поднимись, все, опускаемся, вот, соответственно, человеку предлагаем полностью расслабиться, да, чтобы он не напрягался, не дергался, сам нам не помогал, да, потянули, вверх потрясли, покачали в стороны, раскачали его на все стороны, да, потянули на растяжение в обратную сторону, в подсоположную, то есть декомпрессия, да, от этой точки. И теперь прием, когда мы кладем ассисты отростки человека между ладонями, между булкальками нашей ладони, да, и стараемся вытянуть их вперед. Ну, соответственно, с детьми это будет легче сделать, со взрослыми потяжелее. Или применить другие приемы. Следующий прием для разгрузки поясницы. Попросим человека встать в колено-предклоненную позу, как стол, знаешь, что это, поза стола называется, да, вот руки прямые, правильно, правильно. Руки прямые, тут прямой угол к столу, к столу, вот так. Коленки пошире пошире, пошире коленки, вот, встали, руки прямые, вот, то есть везде прямой угол к столу, в руках и в бедрах, да. Теперь на вдохе вдыхаем и поднимаем поясницу вверх, поднимаем, 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 выше, 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 вот, сгорбись, как кошка, вот. Ну, чаще, конечно, сгорбливается верхняя сейчас корпуса, да, но смотрим, проверяем, чтобы было ниже, да, поясница сгорбилась. Теперь на выдохе опускаем ее вниз, а мы помогаем руками, поясницу к столу, не только лопатки, поясницу, 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 поясница, так тяжело. поясницу вниз как будто бы тебе к пупку привязан грудик его тянет вниз руки выкрими теперь вот так эта часть у нас сейчас не работает выключаю заработать только поясница вот так мы тренируем человека показываем разгрузили вниз подняли вверх вдох не сама только поясница теперь выдох опускаем вниз вниз поясница 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 сама стоишь еще раз вдох поясницу тут я помогаю руками вверх и шишки расслабились еще раз вверх вниз тянем 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 получается немножко немножко поддароваться все получится не с этим помогаю вот тянешь кому-то загрузит за купол тянется все истории отдыхали вот просто стоит отдыхает со спокойными медленными вдохами выдохами у него происходит разгрузка этих мышц но есть нам нужна мануальная прав когда то мы тогда разворачиваем сами залазим сверху или делается на полу и не так как мы работали лежа также работаем с поясницей то есть соблюдаем прямой угол до чтобы человек все-таки не ушел можно придерживать и достаточно резко на посту ровно чтобы не сбивались поясничный отдел делается достаточно резко конечно сейчас берегу наши подопечного все ложись вот прием хорошего когда у нас позвонки вышли обратно да и у нас назад у нас есть сублюксация вот этих боковых оситочных суставов они сублюксация боковой сустав он вернулся вот так назад надо их со стороны ассистый отросток мы его управляем вперед теперь следующий прием встань пожалуйста я вот сюда давай чуть лицом к столу смотрите но вот когда стоим в коленопекламенную позе до позу стола это можно использовать даже самостоятельно заболела вас поясничка дома да можете попробовать постоять уже будет легче да еще один способ дома это кладешь локти на стол на локте выкачивай сюда просто спокойно спокойно ноги прямые оттените немножко назад и сгибаем поясничку вниз 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 вот мы стоим и тянемся вниз вроде бы ничего не происходит а вот визуально ничего никакие движения нет но чувство как поясница за животом тяните грузик потихонечку потихонечку пускается вниз когда дошли до полного расслабления управляем руки и ложимся полностью корпусом на стол тогда и продолжаем тянуться вниз тянемся ноги прямые под фирменом он стоят в пол теперь подготовили человек таким способом теперь можно попросить его ложись на стол полностью так чтобы бедра остались вот то есть он лежит как раз на подвздошных костях своих таким образом у него крестцовое сочинение уходит вниз позвоночник распрямляется максимально растянулся поясница и мы помогаем дополнительно растянуть эту поясницу глупых или настучал по тазу только не просит матроска уже с нас то чем да и дополнительно на скручивание по загонали да можно вертебрально вдоль этих косточек растянуть так все вставай и следующее положение для растягивания забирайся обратно на стол уже позу стала прямой угол вставляем здесь а тут ложись локтями на на стол и мы соответственно придерживаем таз оставляя прямой угол до ног стал удерживаем а все что выше крестца растягиваем вперед помогаем человеку растянуться также можно найти до тарастовых техник услышать все ложись после всех этих приемов человеку надо 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 отдохнуть то есть релакс да если помнить наша схема да мы сначала размяли согрели растерли за потом повибрировали постучали сделали тракционные правки манипуляции и после этого человек лежит расслабляется мы немножко помогаем покачиваясь также после правки поясницы рекомендуется полежать на спине переворачивайся на спинку поднимая ноги вверх и положить как будто стучит ножка большой для нее просто пошелить видать ну по размеру человек из этого грамм стул положить так что у вас был прямой угол да и вот поясница просто висела просто висеть расслабляется выделяешься вот на расслабляется просто повисеть минут пять буквально достаточно чтобы дойти до полного релакса потому что после таких правок резко вскочить и побежать клиент не должен у него может обратно все сплазмироваться да еще и с осложнениями с перекосами понимаете он будет потом у вас жаловаться что вы ему что-то не так делали да поэтому обязательно не забывайте что последнее у нас это вот вытягивание и релакс полежали немножко отпустили человека все хорошо тебе ну бумичка давай опять все а вы молодцы что нас смотрится с вами был олег алабудвин и лучше не смотрите а приходите к нам на тренинг у нас тут всему научим поставим вам руки и отпустим вас в жизнь с готовыми практическими навыками в ваших руках да согласны согласен 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 все оставьте нам лайки пожалуйста и подписывайтесь на наш канал обязательно до новых встреч дорогие друзья